Есть обеспечение, которое оживляет Божье Слово. С неба. Бог великий, Он может обеспечить, Он может совершить. И ты должен знать, Бог совершает чудеса. Бог дает тебе легко то, что другим дается очень тяжело и даже невозможно. Вот что любое благоволение. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. До чего это важно сегодня понимать, что эта церковь, эти люди, они постоянно, в мечевые слова, пребывали. То есть они не просто заходили и выходили в какую-то духовную жизнь, они пребывали. И эти четыре вещи, которые здесь названы, посмотрите, в учении апостолов, это номер один, слово всегда рассекает, рассекает всякую скалу. Посмотрите, в общении, в преломлении хлеба и в молитвах. В общении, в преломлении хлеба и в молитвах. И вот сегодня я хочу вам сказать, дорогие друзья, мы все должны до одного знать, что учение апостолов, посмотрите, общение, преломление хлеба. То есть они кушали вместе. И молитвы, они постоянно молились. Когда люди так живут, когда люди постоянно пребывают в учении, постоянно пребывают в чем? В преломлении хлеба, то есть в общении, в молитвах, в учении. Что с ними происходит? Они приходят к какой-то такой духовной зрелости за короткое время, что Бог начинает просто творить чудеса через них. Писание говорит, был же страх на всякой душе. И много чудес и знамений совершалось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее. Посмотрите, они дошли до того, что они видели, видели, что они одна семья. Вот, вот это силище. И дальше. И продавали имение, и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, и преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Сегодня я хочу помолиться за вас, дорогие друзья, чтобы сила Божья, она пришла на вас, чтобы сила, которая была там, в первой церкви, она коснулась вас. Каждый раз, когда я молюсь, Дух Святой творит величайшие чудеса. Дух Святой исцеляет больных, освобождает пленных. Бесы, они оставляют души и тела. За болезнью часто стоит демон. Вы знаете, что за неприятностями часто стоит демон. Когда ты исполнен страха, через тебя проходит эта демоническая сила, и она входит в физический мир. Вы знаете, наша вера – это канал. Страх – это обратная сторона веры, это также канал. И когда ты, получается, боишься, ты даешь демонам пройти в обстоятельства твоей жизни. Но сегодня это будет разрушено, ты будешь наполнен верой. Писание говорит, они продавали имение, всякую собственность и приносили к ногам апостолов. Вы знаете что? До чего интересно понимать, что сегодня, сегодня время, когда слава последнего храма, говорится, будет больше, чем слава первого. То есть сегодня мы должны иметь еще большее посвящение, потому что Бог открыл дверь для того, чтобы сегодня каждый человек на земле услышал Евангелие. Все это начнется с тех, которые будут подобны тем, которые были в первой церкви. Сегодня я хочу молиться о том, чтобы Дух Святой, Он повел тебя. Если ты не пребывал в учении, чтобы ты начал принимать учение, если ты не имел общения или общался с людьми, которые тянули тебя вниз, ты должен знать, общение с людьми, зараженными демонами, обязательно приведет тебя к одержимости, обязательно приведет тебя к поражению. Ты не будешь знать сам, что с тобой происходит. Ты когда очнешься, но ты уже очнешься тогда, когда дьявол у тебя все отобрал. Ты должен знать, что общаться нужно только с теми людьми, как вот здесь в церкви, в первой церкви, которые исполнены Святого Духа. Ты должен это понимать. И сегодня, если ты имел общение с негативными людьми, разорви его. Я молюсь за это во имя Иисуса Христа прямо сейчас. Дух Святой, ты помоги, ты покажи каждому. Ты сейчас покажи, ты помоги, ты поддержи, чтобы сегодня разорвано было всякое общение, через которое приходит демоническое влияние. И я знаю, что прямо сейчас есть люди, которые в этот момент вы разрываете эти отношения. Прямо сейчас разрывается эта душевная связь, разрывается этот канал, через который демоны буквально контролировали вашу жизнь. Прямо сейчас пусть это будет разрушено во имя Иисуса Христа. Прямо в это мгновение. Слово Божие, оно попадает в твое сердце, и ты оживаешь, как цветочек. Прямо сейчас всходит солнце правды над твоей жизнью. В лучах этого солнца приходит исцеление твоего тела, исцеление твоей души. Все меняется благодаря тому, что Слово Божие, оно начинает светить. Слово Божие, ты должен знать, что это. Слово Божие, это начало всего. Без Слова Божьего нет продолжения чего-то. Все, что ты начинаешь без Слова Божьего, сразу заканчивается. Вы знаете, я знаю такую вещь в своей жизни. Если я что-то начинаю, я начинаю с молитвы и со Слова. Я должен помолиться, и я должен обязательно получить Слово. Я ожидаю, когда Бог даст мне сигнал идти. Я ожидаю, когда Господь откроет дверь. Когда открывается дверь, я вхожу. И бывает, Бог открывает дверь и говорит, принеси жертву. И вы знаете, в этот момент люди бывают вздрагивать, говорят, не может быть. Неужели Бог может так сказать? Да. Бог сегодня, Он указывает обязательно на жертву. Когда тебя начинает Бог вести своим путем, вести тебя, поднимая тебя, Он всегда начинает с жертвы. Он всегда начинает с того, чтобы ты прежде всего сделал что-то, что будет с жертвой, как благоухание приятное для Господа. Когда тебе тяжело, когда, знаешь, вот ты приносишь жертву, и Бог указывает тебе, как Гидеону. Бог указал на Тельцов. Он говорит, возьми одного Тельца Семилетнего, возьми второго Тельца Семилетнего. А говорит, и принеси в жертву. И вот, послушайте, здесь очень интересно. Когда жертва сжигается, когда жертва сжигается, в этот момент, Писание говорит, Бог, Он как будто благоухание приятное ощущает. Но как же такое может быть, если в Ветхом Завете было понятно, когда сжигалась жертва, все люди слышали этот запах. И этот запах не был приятным. Послушайте, жертва все сожжение, а есть жертвы, которые сжигались внутренностью. Но что это за запах? Если он неприятный, почему он приятен Богу? Потому что в этот момент горит твоя жадность, горит твое неверие, горит твое сомнение, горит твоя гордость, горит твое тщеславие, горит твоя зависть, горит всякая твоя опора человеческая. Ты просто буквально, знаешь, вот ты разрушаешь все, на чем может стояла твоя жизнь по-человечески, чтобы впасть в руки Божьи. Вот почему жертва должна быть принесена так, чтобы она приобрела тебе благоволение, чтобы Бог видел, что кроме Него никто тебя уже не поддержит. Если что-то, что тебя еще держит, значит, ты не все принесешь в жертву, значит, ты еще где-то страхуешься, значит, ты где-то надеешься на Бога, однако, говорит, на Бога надейся, а сам не плашай. И вот эти поговорки и приводят к тому, что вы остаетесь без Бога. Потому что Бог приходит тогда, когда Он видит, что у тебя уже ничего не осталось. Бог, как правило, последняя надежда. Люди всегда идут к врачам, люди идут к докторам, люди идут по связям, люди обращаются к знакомым, люди решают свои вопросы. Но когда уже ничего сделать не могут, тогда только они поднимают голову и говорят, Боже, помоги. Так вот сегодня приходит момент, когда Бог говорит, начни сразу же с того, чтобы убрать все человеческие подпорки и принеси жертву, которая сделает чудо в твоей жизни. Твоя жертва приобретет тебе благоволение и Божье благорасположение. Я сейчас молюсь о том, чтобы Дух Святой Он проговорил тебе о жертве. Он проговорил тебе, как Он это сделал с Гедеоном. Он ему сказал о тельцах. Хотя Гедеон принес козленка, Бог его принял, но потом он сказал о тельцах. И так пришло время. Во имя Иисуса Христа, Божьего. Пусть сегодня будет разрушена всякая душевная связь. Пусть старое будет отсыщено. Пусть сегодня произойдет чудо. Пусть сегодня, Господи, совершится великое чудо. Я молю тебя за каждого человека. Дух Святой, коснись твоей силой. Приди. Ты ждешь от нас, когда мы будем делать подвиги ради тебя. Дух Святой, я прошу тебя. Сегодня Дух Святой, коснись. Коснись, 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 коснись. Ты сейчас исцели тело. Ты сейчас исцели душу. Ты сейчас исцели Господь. И сейчас человеку, у которого как будто бусинки такие вокруг шеи красные. И это как будто бы болезнь, дианас, которую мы обоставили. Прямо сейчас, в этот момент, эта болезнь, дианаса, разрушается во имя Иисуса. Прямо сейчас я прошу тебя, Дух Святой, коснись, коснись, коснись. Я увидел мужчину, у которого внутри, как будто бы такой кол, грязный кол, такой заостренный внутри. И у вас что-то происходит именно внутри. Это касается брюшной полости. Прямо там сейчас полное исцеление произошло. Господь, он как будто сейчас высунул этот кол, как будто он вышел. И, возможно, у вас что-то выйдет, когда пройдет вот несколько минут. Сейчас вот прямо в этот момент получаете исцеление, полное исцеление во имя Иисуса. Также позвоночник сейчас, да, будет исцелен во имя Иисуса Христа. И делайте то, что вы не могли. Совершите какое-то действие, которое вы не могли делать, потому что ваш позвоночник абсолютно обновлен. Вам нужно сделать сейчас что-то. Прямо сейчас. Аллилуйя. И я прошу, Дух Святой, укажи на ту жертву. Укажи на то, что нужно принести тебе. Укажи. Ты видишь, Боже, Твое слово говорит, что все верующие были вместе. Продавали имение и всякую собственность. И продавали имение и всякую собственность. И сегодня, Господи, мы приносим тебе жертвы. Мы сегодня восхваляем тебя. Сегодня через то, что мы делаем. Прославляйся Твое имя. Я благословляю сегодня каждого. Господи. Я благословляю сегодня каждого. Бесплодие. Пусть будет разрушено. Прямо сейчас. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Дух Святой. Спасибо тебе. Я благодарю тебя. Прямо сейчас, дорогие друзья, я молюсь за тех людей, у которых проблемы с нервами. Конкретно с нервами. И вы страдаете. У вас конкретные проблемы. Именно с нервами. Именно вот эти болезни, которые связаны с нервами. Положите руку на себя, все, кто имеет эту проблему. И это может быть последствия каких-то переживаний, стрессов. Но сейчас прямо все болезни, которые появились на этом фоне, они сейчас все полностью будут удалены от вашего тела. С силой Святого Духа прямо сейчас, когда я буду молиться с силой Святого Духа, вот все болезни, которые были у вас на фоне нервной почвы, прямо сейчас они исчезнут. И я вижу, как язва исчезает. Но прямо сейчас, послушайте, ложите руку на себя и во время молитвы принимайте полное исцеление своей нервной системы и всего тела. Во имя Иисуса Христа прямо сейчас, Дух Святой, я молю тебя, коснись твоей силой, коснись во имя Иисуса Божия, коснись. Я прихожу к тебе, Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, твоего сына, Анса Жертвенного. Я прихожу к тебе и молю тебя за исцеление каждого человека, у которого сегодня серьезные проблемы с нервами. На нервной почве появилось много заболеваний. Прямо сейчас я разрушаю все эти заболевания во имя Иисуса Христа. Я приказываю, дьявол, оставь тело, убирайся вон. Покой и мир прямо сейчас приходят. Душа, которая была разорвана, прямо сейчас исцеление, исцеление, исцеление. Господь собирает тебя по кусочкам внутри. Прямо сейчас во имя Иисуса Христа. Как будто разбитое стекло твоя душа. Прямо сейчас Бог, Он собирает. Он как будто лепит заново твою душу. Это красиво, это красиво, это хорошо. Ты чувствуешь, как мир сейчас наполняет твое сердце. Прямо сейчас помазание наполняет твое сердце. Мир наполняет твое сердце. Халлилуйя. Дух Святой собирает. Господь собирает сейчас тебя внутри. Ты внутри был как покалечен. Ты парализован. Ты как будто бы лежал на боку. Я вижу такую картину. И прямо сейчас полное исцеление приходит. Ты восстанавливаешься. Ты восстановлен. Слово восстановлен. 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 Халлилуйя. Помазание приходит. Восстановлен. И приходит сейчас восстановление конкретно этого доверия Богу прямо сейчас. Восстановлен внутри, восстановлен внутри, восстановлен внутри, восстановлен внутри. Прямо сейчас Дух Святой коснись. о мой бог аллилуйя помазание 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 прямо сейчас отрекайтесь от всякого беспокойства от всякого стресса не верьте больше ничему что происходило прямо сейчас сила божья приходит на вас в бог он ставит вас сильным он делает вас сильным я увидел лишь человека воина и это речь идет о вас конкретно потому что господь внутри создает вина внутри он создает тебя и ты укрыт сталью прямо сейчас ты не да тут недоступен ты был доступен для дьявола ты был доступен через какие-то отношения которые были у тебя в семье прямо сейчас и был доступен но сегодня ты не доступен во имя иисуса христа прямо сейчас господь делает тебя защищенным защищенным по имя иисуса аллилуйя хвала тебе божий благодарю тебя досуツlad я Я прошу тебя прямо сейчас, коснись Твоей силой. Помазание, о, сейчас проходит помазание. Сердце, полное исцеление приходит, полное исцеление. По-женски прямо сейчас полное исцеление, кровотечение было. Полное исцеление сейчас, остановилось кровотечение. И брюшная полость, она была как будто наполнена кровью. Прямо сейчас полное исцеление. Аллилуйя, Дух Святой, я благодарю Тебя. О, Боже, я благодарю Тебя. Какой-то вирус был. Прямо сейчас полное исцеление во имя Иисуса Христа. Дух Святой, я благодарю Тебя. Дух Святой, я благодарю Тебя, Дух Святой, я благодарю Тебя. Головные боли прямо сейчас уходят, прямо сейчас, во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса. Я разрушаю сейчас этот Дух шизофрении, во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас демон шизофрении, я связываю Тебя именем Иисуса, я повелеваю Тебя, убирайся вон и не прикасайся. Я связываю Дух шизофрении, я разрушаю проклятие рода, конкретно проклятие родовое, шизофрении. Я разрушаю именем Иисуса Христа прямо сейчас. Во имя Иисуса. Аллилуйя. Спасибо тебе, Боже. Я благодарю тебя. Аллилуйя. Хвала тебе. Амин, амин, амин. Сейчас оставайтесь в молитвенном состоянии. И сейчас я молю за вас, чтобы Господь указал вам. Знаете, сейчас время приносить жертву благодарения. Сейчас время приносить жертву благодарения, чтобы эта жертва приобрела вам благоволение. Даже если вы приносили уже, Дух Святой продолжает работать и указывать вам. Он показывает вам что-то. Мысль пусть придет от Бога сейчас. Дух Святой, коснись. 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 Дух Святой, пусть мысль от тебя придет сейчас. Я прошу вас прямо сейчас. Не отвлекайтесь. Знаете, Дух Святой даст вам мысль. Я прошу тебя, Господи, даруй мысль. Ты коснись. Ты коснись. Ты коснись. Пусть свершится чудо. Спасибо тебе, великий Бог. Аллилуйя. Халлилуйя. Я благословляю вас, чтобы вы принесли Господу то, что изменит вашу жизнь. Я благословляю вашу семью. Я благословляю ваш дом. Я благословляю ваше тело. Я благословляю вашу душу. Я благословляю вашу финансовую сферу. Пусть мир Божий пребудет с вами. Амэн. Аллилуйя. Обязательно пишите мне. Обязательно. Пишите свои свидетельства. Сразу сейчас же пишите то, что вы уже пережили. Оставляйте палочки и костыли. Вы знаете, что просто положите руку на больное место. И сейчас, сейчас же вы будете исцелены. Сейчас же исцеляйтесь. Во имя Иисуса. И пишите мне. Спасибо вам большое. Амэн. Продолжение следует.